так камил ахметов к нам присоединяется приветствую коллеги привет саша коллеги привет пишите пишите приветствуйте нового гостя камил мастер сценарист автор книг по кинодраматургии и сегодня он расскажет о сегодня кстати твоя однокурсница будет после тебя выступать не на рубштейн я посмотрел программу поскольку мы сейчас работаем по разным со всем специальностям и тема совершенно другой доклад да естественно включить демонстрацию можно сейчас сейчас эти дам дам право сейчас подожди секунду поскольку у меня тема будет вот не такая веселая как у предыдущего докладчиком да и уважаю но во всем с тем не согласен у меня будет очень вкусно все разбегутся если конференции я буду говорить про нелинейные драматургические структуры вот я постараюсь конечно сделать это достаточно интересно потому что я считаю эту тему мало того что очень важно я считаю что это почти что основная тема в сегодняшней драматургии как и можно было бы ее расширенно истолковать как нарушение любых драматургических правил вот предыдущий коллега говорил что правило нужно соблюдать я как раз считаю наоборот потому что только нарушение правил развивает драматургии нарушение правил драматургии в том числе даже знаменитых молчановских правил из учебника молчанова даже их если нарушать это будет еще интереснее святотатство я умолкаю умолкаю я мне очень нравится когда идут разные мнения это вот там и рождается истина все я ушел спасибо огромное за предоставленное слово спасибо коллегам которые меня еще слышат я чуть-чуть буквально представлюсь я помимо моей активной преподавательской деятельности и не очень активно но тем не менее существующей сценарной деятельности я еще пытаюсь пропагандировать киноискусство у меня есть две лично моих изданных за последние годы книги по киноискусству и не зря у меня на заднике написано 125 лет кино драматургии хотя в этом году 126 потому что в этом году эта книжка вышла вторым изданием расширенная и дополненная а продается она не очень большим тиражом поэтому вот тем кто после моей лекции заинтересуется темой нелинейных драматургических структур которые старюсь сегодня в друге очень на топе очень популярны очень активно используется а то я вот советую эту книжку по полистать потому что она больше чем наполовину именно про траки структуры что это за структуры иногда такие структуры приводятся недоумение я очень много видел отзывов о на мой взгляд великолепный фильме кирилла серебренникова предпоследним петрова в гриппе такого плана что я не понял о чем этот фильм потому что в нем очень быстро меняется события происходят не по порядку мы начинаем с какого-то настоящего героя а потом где-то ближе к концу фильмов друг очень надолго опускаемся в его очень далекое прошлое и исследуем причем даже не его прошлое а вообще жизнь те далекие годы когда он был ребенком какой-то совершенно случайной актрисы которую он встретил на одну минуту на праздновании нового года снегурочки вот случайно совершенно а вот и снегурочка как известно собственно огромная жизнь собственные огромные проблемы и фильм собственно об этом да что фильм я имею ввиду именно фильм а не книжку петрова в гриппе что жизнь очень многопланово и помимо ваших личных проблем есть еще куча проблем всех остальных людей вокруг вас и афиши очень правильно сделано прямо сейчас на экране но есть же и более понятные более простые фильмов которых исключительно удачно используется нелинейная драматургия как прием как инструмент самых разных целей я напомню несколько таких фильмов под для начала чтобы просто стало понятно о чем мы разговариваем недавний оскар да очень удачный фильм который многие любят ла ла лэнд домена шазеля в котором нелинейная структура используется один раз и поэтому происходит в кульминации вот я сейчас показываю на экране два ключевых кадра в первом акте фильма сцена в которой будущие главные герои встречаются случайно в кабаке из которого только что уволили главного героя пианиста он ее отталкивает плечом уходит она остается в растерянности через два часа ну почти через два часа мы наблюдаем второй вариант этих событий мы возвращаемся в прошлое встречаем снова этих друг друг другом еще незнакомых героев и у них знакомство разрешается совершенно по-другому и после этого мы видим очень короткий очень сильный секвенс когда мы видим их второй вариант жизни в котором они живут совсем по-другому то есть мы возвратились в прошлое нарушилась линейность сюжета и мы увидели второй вариант их жизни мы увидели вместо то есть мы начали с флешбеком что такое флешбек вы конечно знаете из флешбека мы перешли воображаем реальность так называемую модальность воображения из которой мы и в этой модельности воображения мы посмотрели очень быстро символично всю их жизнь в другом варианте вот пожалуйста в очень популярном блокбастере используется очень продуктивно довольно простая нелинейная структура ведь более сложные варианты например я пока буду брать недавние фильмы которые вы скорее всего смотрели очень недавним и очень удачно наверное моем любимом фильме у рома каримова естественно у всех любимый фильм рома каримова неадекватные люди первые народные его первая постановка которую все обожают а мой любимый фильм теперь его неадекватные люди 2 в которой те же герои испытывают подлинные сложности жизни в итоге расстаются сами не очень понимаю почему и это самая нелинейность которая включена в этом фильме так что мы сначала не понимаем что событие происходит происходит не по порядку а потом когда мы в аналогичном процессе вот человеку которого жизнь в каком-то степени не удалось вот например эти два героя да они могут в какой-то момент сесть и начать пытаться понять а что же у меня с ней или с ним не сложилось вот так мы как зрители когда мы анализируем эту картину когда мы ее смотрим и начинаем понимать в каком же порядке происходит событие мы понимаем что жизнь у них не сложилось потому что и вот это потому что объясняется в двух кольцевых сценах что такое кольцевая сцена я скоро объясню прям очень скоро потерпите в двух сценах который мы возвращаемся в течение всего фильма несколько раз и в одной из сцен мы видим как главный герой читает странички так называемых знать что такое ежедневные заметки главной героини а в другой кольцевой сцене героиня встречается с психологом как бы лучшим другом главного героя и в этой кольцевой сцене объясняется почему собственно так у них случилось все остальное это возвращение в основную сюжетную линию которая идет почти линейно из этих двух кольцевых сцен то есть довольно сложная структура которую нужно по мере просмотра понять и она реализует эту самую загадку жизни которая далеко не сразу в реальной жизни когда у нас получается такая загадка почему мне не сложилась жизнь с этим человеком тоже нам загадывается то есть момент номер один эти казалось бы неестественные нелинейные структуры ну как известно аристотель учил нас писать линейно да по порядку от начала до конца но аристотель нас много еще чем он учил он еще учил нас чтобы все события произведения происходили в одно время и в одном месте эпическая трагедия древнегреческие происходило в течение одного дня простите греческая трагедия не эпическим и мы давно уже так не пишем чтобы у нас течение одного дня в одном месте все происходило только если такая задача стоит обычно гораздо больше идет киновремя и здесь оказывается что неестественные идущие киновремя нелинейные идущие киновремя она почему-то в чем-то соответствует тому как мы на самом деле воспринимаем реальность этой проблеме я посвящен отдельный кусочек этой лекции пока еще пара примеров надеюсь любимый вами фильм серджио леоне однажды в америке в оригинале в оригинальном формате несокращенным это более четырех часов об идем мы по этому фильму по всей жизни главного героя лапши реальное лицо кстати который роберт для мира здесь играет и это его жизнь которая протекает ну так примерно лет пятьдесят с десятых годов до шестьдесятых годов прошлого века и вот посмотрите если бы этот фильм был снят линейно то есть начиная с детства главного героя до его старости только концу четырех часов фильмом просто уже забыли бы что там было у него в детстве и каким он вообще в детстве был а там очень сильно постарались на миллионе даже денеровскую родинку вот здесь вот этому мальчику который лапшу в детстве играет прилепил то есть неправильно было бы забыть о том какие эти герои были в детстве и это первая одна из причин почему действие этого фильма нелинейно схлопнуто в такие последовательности что сначала мы видим героя в среднем возрасте но не в среднем а в молодом конечно ему там лет 30 наверное потом мы переходим в его пожилой возраст а потом в молодой возраст так буквально в первом акте фильма серже лионе удалось показать сразу три начать три временных пласта главного героя и всплотить показать нам что у него три основных возрастом в этом фильме и дальше запустить последовательно показ событий в этих трех временных пластах так чтобы мы как бы смотрели на все эти события из двух основных эпизодов первый большой это лапша в 60 с лишним лет и и из него мы возвращаемся в его события в подростковом периоде и в периоде молодого гангстера и вторая кольцевая сцена я еще не объяснил что такое кольцевая сцена я очень скоро это объясню происходит в одном временном моменте когда в кризисном кризисный день когда главного героя все рухнуло он должен бежать из нью-йорка у него все пропало убитые его друзья убитые его любовница он заходит китайскую курильню опиума и там зависает с этого все начинается этим все кончается это вторая кольцевая сцена то есть вот из этих двух сцен мы наблюдаем за всей жизнь соответственно сделать из этого фильма линейную последовательность будет его только испортить что самое плохое это с ним и было сделано когда фильм показывали в сша его мало того что сократили до двух там чем-то часов и в очередь перемонтировали в линейную последовательность можете себе представить как это испортило весь авторский замысел между прочим я поэтому резко против линейного варианта крестного отца вы конечно помните что все три фильма крестный отец решены совершенно по-разному и их как будто возможно это мой личный взгляд но как будто три разных копов и снимали три фильма фильма крестный отец первый фильм крестный отец снимал купола будучи похожим скорее на такого вот кстати саша сегодня упоминал лесу со шрамом на такого режиссера на ховарда хокса второй его фильм мы больше похож на творение орсона уэллса мой мои и там применена в полный рост кстати нелинейность я вот на этом еще хотели сегодня остановиться а в линейном варианте мы все это теряем мы смотрим на сначала там молодость со старшего дона соответственно королевания которого до мира играет потом мы смотрим на него как на брондо и так далее и так далее и все это портится и все лучшее в первом фильме все лучше во втором фильме им только посмотрев фильм в линейности можно понять насколько он был хорош в нелинейности и хочу очень похожие кадры показать кстати вот из совершенно нелинейного господина никто недавнего о нем часто вспоминают когда вспоминают сложные фильмы особенно студенты здесь поскольку фильм совсем другом да если однажды в америке фильм о дружбе как крестный отец фильм о семье и однажды в америке фильм о дружбе и кольцо вот это вот из старшего возраста в младший нужно для того чтобы показать что самое главное у этих людей была дружба и самые горькие для них заключается в том что они эту дружбу не сохранили она умерла от дружбы то есть здесь это больше психологически философская такая проблема становится перед героями то господин никто это в целом и философская драма о том что жизнь может протечь по-разному ради того чтобы показать нам что жизнь может протечь по-разному ван дер мель нам монтирует три варианта жизни главного героя и мы смотрим почти параллельно их он их разграничивает отстраивают друг от друга и цветовой драматургии и некоторыми другими признаками которые заставляют нас понять что вот это вот одна линия это другая и вот это вот конечно довольно сложная нелинейность без этого фильм просто невозможен то есть как-то еще перемонтировать господин никто даже не представляется возможно если с крестным отцом и однажды в америке это удалось то здесь этого даже сделать все нельзя здесь просто такой фильм который не может не быть нелинейным и прежде чем начать уже детально говорить о том как работает нелинейность я хочу делать замечание что конечно нелинейным стоит делать сюжет который не может быть линейным иногда нелинейность фильмах это просто дань модному приему очень часто когда мы смотрим кино которое сразу начинается фото взрыва или какого-то кризиса а потом от нам отматывают назад на полтора часа и показывают то что было до этого кризиса потом показывают этот кризис а потом идут дальше мы прекрасно понимаем что это бы сработало и так то есть можно было бы это посмотреть линейно и фильм бы от этого не испортился это вполне себе линейная история то есть в эти в этом случае нелинейность такая кольцевая это скорее да не моде скорее такое общее место которого сегодня в кино очень много но иногда история просто-напросто требует нелинейности и требует того чтобы этим нелинейность так или иначе по-настоящему сработал вот теперь давайте перейдем к теории наконец понятно что самая простая модель нелинейности это когда как-то перепутана последовательность по как-то переставлены кадры сбегая вперед сразу понятно что идеальным примером такой нелинейности служит конечно криминальное чтиво но наверняка у вас все вспомнили криминальное чтиво пока я говорил о том что такое просто они или нет тут напомню что до криминального чтиво были другие великие фильмы которые это сделали гораздо раньше потом и к этому вернемся сейчас начнем с 2 простой модели нелинейности которую я уже упоминал и она называется кольцо она называется кольцо потому что она работает так есть в одном фильме некая секвенция это может быть сцена это может быть эпизод или мини эпизод который мы возвращаемся достаточно иногда периодически два или три раза в фильме минимум для того чтобы из этого эпизода снова нырнуть куда-нибудь в прошлое или в следующий период времени наверное один из первых может быть самый первый пример такой структуры драматургической в кино был кабинет доктора каллигари роберта вины он начинался с такого кольцового эпизода и после этого начала мы видели последовательность из прошлого вот это вот со страшным доктором каллигари и когда она кончалась кризисом доктора каллигари мы возвращались настоящий и узнавали что в настоящем это все на самом деле не так соответственно полностью вот эту вот модель когда мы начинаем с фильм с одного эпизода потом из него уходим в прошлое а потом из прошлого возвращаемся тот же эпизод который вы начали по полному праву может называться кольцом это не очень охотно применяли все в немом кино на мой взгляд потому что немое кино но и так было крайне выразительно я надеюсь что вы более или менее знаете историю кино и более или менее знакомы с фильмами двадцатых годов которые снимались примерно сто лет назад которые были крайне выразительны они были настолько выразительны что сравнить их по визуальной выразительности с довольно большим корпусом современного кино и сериалов даже просто невозможно сами прекрасно знаете что некоторые современные сериалы даже не смотрят их слушают спиной на кухне они для этого и прошу прощения у профессионалов которые этим занимаются по большей части им сняты к сожалению это конечно теряет большую часть вообще возможности кино языка но тем не менее и даже вот при такой богатой визуальности немого кино и там уже применялись вот эти вот дарматургические возможности мне очень нравится пример как это было сделано в празднике святого йоргена протазанова причем это было сделано в немом в звуковом его варианте как только протазанова потребовалось выпустить звуковый вариант он доснял кольцевую сцену довольно длинную которая предваряла всю историю мошенников двух и линского и кто-то который который стал святым йоргеном а и линский как вы помните наверное стал излеченным йоргиным коллегой и из этого кольцевого звукового эпизода мы постоянно опускались в прошлое в рассказ святом йоргене и звук там использовался очень креативно например когда мы подходили к собственно к сцене прих прихода йоргена то есть мошенника кротова к на пастре убегал вперед в звуковом эпизоде казначей церковный кричал что это я я его первый встретил и при этом нам показывали не мой эпизод в котором тот же казначей в немом формате то есть интертитрами кричит не верьте ему это аферист то есть здесь прямо вот видно что с переходом в звук потребовалось и драматургию тоже усложнить сделать ее более впечатляющей потому что понятно почему да потому что звук изначально по крайней мере в первые свои годы начиная с 27 28 год где-то середину 30 был довольно беден визуально из-за технических трудностей звукозаписи на площадке может быть не до середины из 30 но 32 где-то года точно и как вы надеюсь опять же хорошо помните из истории кино первой кинематографии которые это все поборола стала французская кинематография на французские так называемые поэтические реалисты и в том числе на фильм марселя корне день начинается это как раз великолепный пример кольцевой драматургии он просто построен именно так что сначала мы входим в кольцевую сцену где жан габен уже с пистолетом и с трупом там на верхнем этаже сидит в квартирке и мы озадачены вопросом а как же он дошел до такого состояния такой жизни и нам показывают три больших флешбека которые перемежаются вот этим кольцевым эпизодом которых нам и показывают как он дошел до жизни такой понятно что это детективная история понятно что это вообще говоря нуар нуары еще по сути дела не было но корне как раз фактически изобрел то есть вот находки как известно французских поэтических реалистов да и немецких прессионистов тоже войдя в американский кинематограф они как раз и стали американским нуаром день начинается корне как раз фактически один из первых фильмов нуар до нуара и целая структура в данном случае очень очень ему подходит без нее этот фильм бы не существовал жак привер как известно это написала великий французский драматург который много писал для корне фактически идеолог драматургии французского поэтического реализма и понятно что вот это тот самый момент переходный от нему когда 10 лет назад еще только было сниму и кино выразительно и вот стало звуковое сначала невыразительное потом вот оно усовершенствовалось и тут нужно было и драматургии тоже потасковать совершенство делать ее более впечатляющей делать ее более такой интригующей одна из первых самых простых функций нелинейной структуры конечно интриговать почему детектив и почему некоторые авторы учебников по драматургии вообще называют кольцевую структуру детективной ну конечно потому что она очень хорошо подходит для того чтобы детективы делать на этой структуре в настоящем времени допустим в кольцевом эпизоде идет следствие детектив расследует варианты и во флешбеках мы видим то что он открыл а может быть даже то что он думает это может быть даже не флешбеке а модальности воображение его предположения о том как было совершено преступление кстати именно так устроен фильм смерть супермена с беном эфриком где показана реальная биография первого супермена телевизионного ривза американского в которых ну как известно он застрелился почему не известно и нам показывают три псевдо флешбека с убивая самоубийством эфлика точнее главного героя у его убийством несчастным случаем и из этих флешбеков мы так и не знаем какой правда может быть никакой это очень интересное соображение что далеко не все что показывают в кино вообще внутри этого сюжета является правдой многие из этих вещей нас соединяют с реальным миром давайте посмотрим еще пару примеров в таком простом казалось бы в своих визуальных проявлениях в такой простой стилистике как французская новая волна которая как известно началась ну понятно что с фильмов гадары и трюфо и шаброли но при этом предвестником ее как известно в конце 40-х годов был фильм о молчании моря по известной повести верху и поскольку была возможность после войны уже это и что повесть верху было написано во время войны после войны эту историю уже вложить в некую рамку реальности то она вот в некой рамки и протекает повесть верху как известно распространялась через сопротивление нелегально начиная с 42 года во франции и в рамке в которой вокруг самой истории существует нам показывают как один подпольщик другому подпольщику передает чемоданчик и из него тут вытаскивает подпольную литературу в том числе книжечку верху как видите тут написано молчание моря как вы только что услышали я вместо кольца сказал слова рамка я к этому слову хотел бы чуть чуть попозже вернуться но обратите внимание на то какое отношение рамка здесь имеет сюжету ну что сюжет повести молчание моря и фильм о молчании моря он про двух обычных французов которым подселили немецкого полковника и которые с ним не разговаривают поэтому молчание море имеет ли эти два француза на провинциальных и полковник который у них живет отношение к подпольщикам которые друг другу передают книжку подпольную пока подумайте над этим а я пойду дальше очень-очень своеобразный пример вот такой драматургии это фильм жить знаменитый фильм жить а киры курасава в котором изначально вообще не понимаем что мы смотрим не реальное приставание это как известно экранизации смерти ивана ильича и иван ильич здесь такой японский функционер который сначала никакой пользы вообще не приносит а потом поняв что он смертельно болен и пережив этот кризис начинает ее приносить и вдруг мы оказываемся на его похоронах и оказывается что герои вот этого прекрасного симура такаси симура которого очень любил курасава снимать он уже умер и мы смотрели огромный флэшбэк а теперь мы смотрим настоящее и это и есть кольцевая сцена а потом мы возвращаемся опять в прошлое смотрим как этот герой боролся за какое-то хорошее дело и как он его совершил возникает вопрос посмертная съемка этого в этом фильме посмертные сцены они входят в историю или не входят точно такой же вопрос как предыдущий мой фильм входит ли в историю встречи двух подпольщиков видимо нет то есть история сама происходит в прошлом а настоящая ее как-то обрамляет поэтому вот для этой структуры которая отличается от кольцевой структуры тем что то последовательность то секвенции или эпизод или сцены из которой мы просматриваем основную историю сама по себе частью основной истории не является то есть например в молчание и море мы смотрим историю как бойкотировали подвергали астротизму немецкого полковника французские дядя и племянница вы жить курасава мы смотрим на историю душевного кризиса и конца жизни вот такого японского функционера из жкх и все остальное вот секвенции из которой мы смотрим она частью истории не является поэтому рамка по аналогии с рамой картины когда мы смотрим на картину мы раму тоже видим но при этом рама частью картины не являются тем не менее это рама может быть весьма функциональна вспомните великую забытую к сожалению красную палатку калатозова которая посвящена ужасной катастрофе дирижаблю амберта нобеля на северном полюсе и главные действия там происходит конечно тогда в двадцать восьмом году когда упал дирижабль и когда происходили состоятельные работы когда еще погиб амунсон и который искал у нобеля и не нашел и вот там основное действие его мы смотрим но при этом придуман еще и душевный кризис еще живого старенького современного нобеля которые своей квартире время не может в шестьдесят девятом году спустя 40 лет после этих событий уснуть и своей квартиру мистически вызывают духи тех кто был с ним на северном полюсе тех кто остался на 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 мысе соответственно и пытался его спасти и разговаривать с ними пытается установить свою виновность это не часть истории потому что история все происходит тогда в двадцать девятом но тем не менее это часть фильма и это вот такая великолепность на рамках кто вдруг не смотрел красную палатку я очень советую безумно хорошо сделано очень впечатляющие на настоящем севере сделаны кино кино катастрофы тех лет еще аналогично кстати устроены такой фильм катастрофа как титань помните да фильм начинается со сцен современного титаника на дне антического океана и встречи наших со столетней женщиной роуз в девяносто седьмом где-то примерно году на русском корабле академик тел наш но это не имеет никакого отношения к той истории которая нас интересует та история которая интересует это раме и джульетта то есть джеки роуз на титанике в двенадцатом году на них мы смотрим они нам интересны и это и есть настоящая история а та секвенция с столетней старухой и алмазом гипотетическим из которой мы спускаемся туда на титаник это конечно рамка рамки бывают разные они бывают довольно таки экзотические вспомните том как у тома тыквера устроен его фильм беги лула беги там рамкой является сцена которая происходит в неизвестное время и в неизвестном месте с освещенными красными обоими главными героями которые там как-то разговаривают о чем-то и не имеет никакого отношения к саму действию в трех длинных эпизодах где героиня пытается найти 100000 марок для героя за 20 минут и это конечно абсолютно вот такое вот типичное кольцо эта рамка фильма она не является частью истории но она фильме очень нужна картина без рамы висит не может из чем легче жанр это интересно чем легче фильм чем легче его наполнение контент тем вот такие драматургические усложнения легче воспринимаются например те кто видел фильм блокбастер романа волобоева обожаемого режиссера могли могли даже и не заметить что в нем есть не одна две рамки одна рамка это когда писатель который написал эту историю по следам реальной истории встречается с журналисткой и обсуждают в кафе а другая рамка совсем совсем в режиме воображения это символические изображения главной героини в виде боксера который на ринге то стоит то падает и вот из этих двух секвенций мы проваливаемся в прошлое в историю произошла и поскольку фильм снят несмотря на огромное количество киноманских ссылок и на такой довольно информативный я бы сказал стиль содержание смотрится очень легко эти сцены настолько не утяжеляют что и даже легко забыть что они вообще в этом фильме были хотя как прием в данном случае они очень-очень оправданы таким образом коллеги мы уже знаем два очень похожих друг на друга типа драматургические структуры кольцо и рамка я имею ввиду не линейные структуры конечно они друг на друга очень похожи и разница между ними только в том что кольцо это секвенция которая является частью историю а рамка это секвенция которая не является частью истории то есть что например некая секвенция в будущем из которой мы вспоминаем историю которая была прошла обе эти структуры возникли еще до войны и поскольку как раз в те самые годы на кинематографисты находились в активном поиске а как же вот это новое звуковое кино сделать все таки похожим на настолько впечатляюще визуально богатая днемое кино которому было всего лишь навсего 10-15 лет назад вполне естественно что в таковые годы случилось то что эти два вида структур удалось сложить вместе сделал это сценарист херман манкевич известный нам теперь достаточно широко уже по фильму дэвида финчера манк который я надеюсь посмотрели и сложив эти два типа структур и добавив добавив сюда еще простую нелинейность когда просто перепутаны эпизоды по порядку и мы видим то старость то молодость то молодые годы то зрелые годы и добавив сюда еще одну важную концепцию как то что все факты которые мы узнаем главным героем мы узнаем из уст людей к нему неравнодушных с тех или иным знаками то есть они либо его любят либо его ненавидят то мы понимаем что скорее всего никто из них не рассказал правды о главном герое этот фильм снял по сценарию хермана манкевича орсон уэллс он называется гордонин кейн вы его конечно прекрасно знаете в нем есть рамка все стены с партёром томпсоном в нем есть кольцо эпизод где умирает кейн и происходят следующие события и в нем есть огромное количество флешбеков перепутанных из прошлого которые все рассказаны ненадежными рассказчиками возникает вопрос да зачем же такие сложности расскажите просто историю жизни этого человека господи смотрите давайте представим себе что вы вспоминаете историю своей жизни и вот в ее как будет вспоминать вы будете ее по порядку вспоминать все события как они происходили по порядку или вас будет смотать из прошлого в настоящее и обратно вы будете какие-то вещи пропускать какие-то забывать думать о будущем думать о чем-то не относящимся совершенно к тому чего о чему вы мыслите возвращаться к прошлому это как раз гораздо больше похоже на тип мышления нормального человека такое хаотичное мышление порядочное кроме того на ситуацию из реальной жизни очень похоже а вот то что в этом фильме никто не говорит правды потому что в реальной жизни нам тоже редко кто говорит правду то есть вот я вам сейчас конечно говорю на меня можете рассчитывать а вообще услышать правду в жизни это такая редкость я не в плохом смысле я в том смысле что выхода про по улице идете и мимо вас идет человек который говорит по телефону вы же не понимаете о чем он говорит когда не просто ним у вас будут люди вы не знаете что это за люди чем они сейчас озабочены кто они такие вы не знаете ни о ком правда соответственно вся жизнь вокруг нас происходит для нас вот в некой неизвестности поэтому а принести это состояние неизвестности неуверенности такой вот неопределенности в кино было очень очень правильным шагом потому что это абсолютно соответствует реальной ситуации любой жизни так что кейн о котором мы хаотично вспоминаем скорее всего искаженную правду или неправду это вот фильм который абсолютно соответствует тому как мы вспоминали бы об этой жизни в реальности поэтому кстати на удивление современно он до сих пор смотрится ну как известно кейн лежал на полке за это время примерно такой же фильм по структуре и замыслу снял курасава он называется расимон и таким образом обогатился обогатила скопилка драматургических структур рамочной кольцевой нелинейной композиции она по-прежнему очень популярна так снят ирландец и по-другому снят быть не мог если вы смотрели ирландцы вы заметили что если бы не нелинейность то мы бы не сохранили свежие воспоминания о всех действиях главного героя и с ними бы не пришли мы к последней сцене в которых мы видим его окончательно развенчанного скорсезе этим фильмом он окончательно уничтожает жанр бандитского фильма показывая что все весь этот набор действий которые делал главный герой он не имеет нормальной жизни смысла потому что все его бросили включая там дети для ради которых он как бы старался да и несколько ему даже поговорить структура расимона которая выделяется тем что она является вариативной тоже потерпела некую эволюцию очень часто с арсимоном сравнивают последнюю дуэль ридли скотта я бы здесь поспорил что с чем нужно сравнить потому что на мой взгляд последний дуэль гораздо богаче драматургический если вы смотрели последнюю дуэль вы не могли не заметить что на самом деле это не варианты событий это одни и те же события показаны просто глазами разных героев соответственно отношение героев разные этим событиям в этом фильме в этом есть очень серьезная драматургическая тонкость который не мог бы наверное достичь другой менее зрелый режиссер наверное как мне кажется и другие находки в плане нелинейной структуры такие например как довольно простое в этом плане начала нолана ну если с точки зрения кольца его проанализировать то понятно что мы видим структуру из трех колец сквозь которые сначала герои приходят в одном направлении а потом в обратном при этом сами герои идут по вполне линейной модели здесь очень важно то что тот набор испытаний которые герои в итоге проходит он нас заставляет понимать что на самом деле вот эта проблема волчка знаменитого да она большой роли не имеет поскольку герой дикаприо все испытания прошел он имеет право вернуться к детям этот фильм о возвращении поскольку но он очень много берет арковского то понятно что начало его это конечно такой солярис и поскольку все это очень 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 плодотворно для детективов то в том числе некоторые очень сложные детективы как бы на 2 на 3 производные от классического детектива они тоже часто строятся нелинейно например знаменитый gfp оливера стона это крайне нелинейный кольцевой фильм из которого которым мы из кольца постоянно флешбек спускаемся к событиям убийства кеннеди и приближаясь к сцене суда когда напряжение растет мы в суде наконец видим кульминацию когда во время судебного заседания нам показывают собственно убийство кеннеди причем реальные кадры и мы видим наше наше собственное кульминации на собственной катарси здесь дополняется реакции обвиняемых нам то что они услышали и увидели точно также устроен знаменитый чернобыль который мы недавно видели он тоже наверное наверное вы заметили что он тоже достаточно нелинейный и он тоже начинается сначала с будущего героя с конца его жизни потом мы смотрим линейно всю трагедию чернобыля а в пятой серии где идет суд мы возвращаемся как из кольца обратно флешбеком чернобыль и по той же модели смотрим на то что было в чернобыле и смотрим на реакцию подсудимых в этом смысле чернобыль он как двойник gfk работает и еще похожим образом как судебная драма в такой третий производный организованно мало кто его видел к сожалению чудо на гудзоне клиента иствуда про реальную историю пилота чесли саленбергера прозвищу салли который посадил самолет на гудзон для того чтобы повторить этот аттракцион с посадкой самолета на гудзон в течение фильма три раза иствуд делает абсолютно гениальную кольцевую драматургию с кучей флешбеков с таким же заседанием судебным в конце где и дает нам возможность при сложном технологически нагруженном сюжете в котором мы рассматриваем дело о виновности или невиновности командировать в таком кризисном посадке мы в итоге смотрим посадку с разных точек зрения с разными глазами в разных моделях даже в виде компьютерной модели аж три раза это конечно при том что это очень сильно психологическая драма это еще и совершенно колоссальный фильм аттракцион в результате вот это только гениальный иствуд которому черт знает сколько лет мог вот так вот сделать и здесь без кольцевой структуры драматургической тоже обойтись было бы совершенно коллеги невозможно из более более новых течений которые есть драматургии чтобы не занимать много времени я бы отметил попытки создать так называемую резоматическую структуру в которой совсем все перепутано резома на французское слово резома это корневещие то есть все перепутано в теории резома она драматургическая совсем совсем прячет от зрителей и начало и конец и порядок событий и были ли события показаны на экране на самом деле или не были первым таким фильмом был наверное алены рене в прошлом году мариенбаде но надо понимать что поскольку это было еще до восьми с половиной и до допустим во иванного детства и до персоны бергмана у рене еще не было толком инструментария сделать понятную резома он сделал ее совершенно непонятную если интересны подобные попытки то посмотрите кристофера боя датского режиссора реконструкция 2003 года современный более менее понятный тем не менее очень резоматический фильм похоже на резом утворения дэвида линча внутренней империи и очень важно мне кажется подход вот который в фильме прибытие нам показывают в котором главная героиня одновременно существует в настоящем прошлом и будущем это показано как некий уникальный дар вот тут вас призываю подумать уникальный ли это дар чтобы фильм был интересным конечно на весь накручен на истории с пришельцами тут надо осознать что на самом деле мы все существуем постоянно прошло в настоящем будущем в наших грезах и именно эту особенность реального человека и воплощает героиня эмиадамс в этом фильме демонстрируя то что такая драматургия она тоже возможна и тоже будет работать и уже развил флориан зеллер для случая от шизофрении в отце своем знаменитом в котором совсем непонятно что есть на самом деле чего нет на самом деле и в каком порядке все это происходит и из последних фильмов которые не допускают нелинейности но при этом тоже работают с воображаемым я бы напомнил сейчас про только что высушившую блондинку да которая вся происходит только в голове для главной героини она правда более большей степени линейная там мало флешбеков но там сделан акцент на том что мы коллеги вас мы люди да мы воспринимаем реальный мир только через свою голову другого взгляда у нас нету на реальный мир вот как мы его свои своим сознанием видим так он и есть и задача кино если мы уже научились показывать реализм мы уже научились показывать линейность и научились показывать как бы объективную жизнь а задача показывает субъективную жизнь она вот решается последние лет шестьдесят начиная вот таких вещей как земляничная поляна как бергмана как вот пожалуйста прошлом году бренбаде и так далее и одним из важнейших инструментов которые здесь еще дальше будет довольно долго я думаю развиваться это и есть нелинейная драматургическая структура я коллеги хочу на последнем слайде вам показать разные свои контактные координаты в разрешенных и запрещенных надзором социальных сетях потому что я очень люблю когда мне просто вот те кто интересуются кино драматурги и так далее задают вопросы в том числе сложные чтобы на это ответить подумать вместе обсудить тот или иной фильм или течение или проблему и таким вот образом во-первых как говорит саша приближаться к истине а во вторых все-таки продвигать как можно больше в нашей среде и вокруг нашей среды вот это вот знание кино знание языке потому что как ни крути а более важного искусства чем кино но уже сто лет как нету еще долго наверное не будет друзья спасибо за внимание я с удовольствием отвечу на вопросы камил огромное спасибо очень интересно и коллеги есть вы если есть вопросы то задавайте пожалуйста мы ссылки я потом добавлю в этот самый в описании видео так сейчас я посмотрю вопросы а кольцевой сценой может быть любая эмоционально насыщенная сцена не обязательно из финала фильма не обязательно из финала не обязательно из кульминации вспомните отбой в качестве кольцевой сцены сначала пак чанбук использует вообще сцену из первого преломного пункта да она конечно эмоционально насыщенная там человек на галстуке висит на краю небоскреба а минсик чой то есть удсу его держит но это далеко не самая насыщенная сцена в фильме это только первая одна из первых таких сцен и пак чанбук говорил что он очень довольно случайно и выбрал он хотел чтобы на фильм начинался с ударной сцены а потом а люди стали ждать что будет после нее и таким образом закрутил нелинейность но здесь фокус в том что в этом фильме нелинейности гораздо больше там гораздо больше не линейности приходится на детские воспоминания которые раскрывают суть конфликта и сути вины главного героя и поэтому ответ на вопрос это может быть любая выбранная вами для этой цели сцена важно для того чтобы это было оправданно важно чтобы это было оправданно важно чтобы это не было пустым аттракционом вот я бы назвал фильм майкл клейтон который я очень люблю у гилл роя это его дебютный фильм я его обожаю этот фильм но в нем и в нем сделана кольцевая сцена и не линейка которая там не нужна и без нее прекрасный фильм работает наверное он боялся что фильм слишком спокойный и нужно начать его с чего-то ударного и он начал вот взрыва мерседеса наверное это правильное было решение чисто зрительское но фильм прекрасно смотрится без этой кольцевой сцены она там на мой для отлично поэтому не делайте это если это не нам ну вот мне кажется что есть такая штука что то что сначала возникает как некий прием да и зрители его воспринимают как такой отдельный аттракцион да то есть если и этот и на это на одном только этом аттракционе можно держать целое кино да как например ракурс до мильеса у нас камера стояла условно говоря в середине зала ракурса не было до дальше появляется в гриффита да например появляется ракурс и соответственно там целый фильм может держаться на том что мы смотрим с разных ракурсов на предмет или параллельный монтаж да скажем ты там с первых фильмов его до параллельный монтаж это в принципе насилие над зрителем да как же так мы видим одновременно в разных местах происходящее событие вот и потом через какое-то время когда зритель привыкает к этому приему да мы сейчас ракурс воспринимаем как нечто естественное параллельный монтаж мы воспринимаем как нечто естественное а в принципе да еще сто лет назад это было и вот это нелинейные 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 композиции да то есть мне кажется что они изначально настолько как бы бьют по глазам что могут становиться основой композиции да скажем если взять фильм момента там ничего нет больше кроме этого да то есть есть прием и на нем все держится то есть возьми перемонтируй этот фильм просто я знаю что был один чувак взял и смонтировал момента в хронологическом порядке получилось очень скучное кино в котором я бы здесь что заметил но во первых ты сейчас дал абсолютно полный рецепт того как любой прием входит нормативные сначала ненормативный потому что нормативно насчет отказал очень важную вещь что искусство которое держится на приеме пока он стал нормативным она насилует зрителя так в том проблема вообще все искусство насилуют в его потребителя самого начала кто-то начал рисовать мамонтов на стенах пещер это было насилие над всеми остальными конечно ведь мамонт же вон а тут он на стене нужно абстрагироваться и попытаться понять что рисунок на стене это мамонт да или что представляющие каких-то других персонажей люди в постановке театральной актеры они вот да другие люди или то что вообще можно рассказать историю да это насилие звери нормальные не люди да они друг другу истории не рассказывают мамонтов на стенах не рисуют они просто потом прием приедается и он перестает воздействовать да и тогда нужно нужно придумывать что-то какой-то новый прием который снова начинает снова добавляет вот это насилие автора над зрителем я не соглашусь что он сразу перестает воздействовать он входит в домах из какое-то время но вот смотри есть допустим фильм просто вот разница восприятие покаяние тенгиза абуладзе да и когда фильм там тоже самое там нелинейная композиция да там рамка женщина я могу путать потому что давно смотрел поворачивается за пирогом да и в этот момент происходит действие всего фильма в ее воображении да и дальше она снова возвращается и известный диалог о дороге к храму и люди которые смотрели это кино в начале до 80 и в начале 90 они воспринимали вот это ее картину воображения не воспринимали как то что есть на самом деле что хотя там совершенно абсурдные вещи до выкапывание тела выкидывание из могилы да и все вот я читал в то время критику смотрел это кино я воспринимал это так что все это происходило на самом деле и потом уже учась в авгике да и посмотрев этот фильм я опешил я увидел что этого ничего не было то есть при этом большая часть зрителей этого не замечала изменилось отношение за да то есть люди не не могли это не могли это воспринять в то время да я согласен но все-таки к моменту покаяния она вышла только в восемьдесят седьмом году найти экраны по крайней мере насмотренный зритель был более или менее готов потому что он уже видел допустим зеркало тарковского который гораздо сложнее он уже видел допустим но тот же ту же крафтную палатку если из отечественных фильмов добрать которые доступны то есть вот эта структура кейновская хотя кейна мы не видели она к ней в принципе можно было готовиться если смотришь не только ну совсем зрительское кино но и какое-то важное кино тоже а вот зеркало тарковского когда всем четвертом году уходит и к нему к его полной нелинейности с и с загадками с одинаковыми актерами в разных ролях когда терехова и мать и жена и на данильцев и алексей и гнац а еще в роли матери появляется сама мама андрея тарковского вот к этому конечно далеко не любой зритель был готов и зато когда потом через 20 лет выходит криминальная чтива тут мы все готовы я вот тут поэтому советую все потому что народ же до сих пор почему-то затрудняется смотреть зеркало да нам совет спокойно вот самое трудное просмотре торговского это решится то что то торговский когда вы смотрите торговского нет не это вот не с не таким настроением что сейчас-то буду смотреть великого классика опять ничего не пойму а когда вы спокойно у васосв GTA садитесь смотреть то же самое зеркало с тем же настроением, что вы смотрите Тарантино, что это для вас снял ваш коллега, ну, или, неважно, не коллега, но современник ваш, режиссер, кино для вас он снял, пожалуйста, смотреть. Не надо при этом вставить ароматические свечи и там молиться, просто смотрите кино, вы все поймете, там все на самом деле понятно. Понятно, где те рехла мать, понятно, где жена, просто нужно немножечко подумать, и все же кино в любом случае будет развиваться в сторону сотрудничества со зрителем, сотрудничества непассивным, чтобы зритель тоже что-то делал в своей голове. Так, как вы считаете, сценаристы перечисленных фильмов сознательно раскладывали сценарии по структурам или писали как пишется? По сути вопрос о применении теоретического опыта. Я абсолютно убежден, что, ну, смотрите, во-первых, сценарий пишется в нормальной промышленности, он пишется, сначала пишется сюжет, потом пишется синопсис, потом тритменты по эпизодам. Вот вся структура, она создается на этапе заявки синопсиса, то есть уже написав синопсис, вы уже знаете, какая у вас будет структура, вы уже ее поняли и с ней уже согласился режиссер или продюсер или редактор, с кем вы сотрудничаете. Ну или же вы сами с собой согласились, если это спект-скрипт. Из линейного сценария сделать уже из готового, нелинейный, это, конечно, страшная работа. То есть, конечно, структура задумывается сразу. Я уверен, что... Ну, вот случай Манкевич, да, вы, если смотрели фильм Манк, вы помните, что там прямо в начале работы он уже думает о том, как у него будет вот разные вот эти слои реально существовать, и это тогда еще инновация, да. У Манкевича, правда, был до этого фильм, в котором он участвовал частично, в котором тоже была нелинейная структура еще в немом формате, он назывался «Последний приказ». И там была очень интересная история, когда генерал, эмигрировавший из России после революции, попал в Голливуд, и там снимается какую-то роль, в этой роли должен сыграть военного, который отдает плохой приказ. Он вспоминает себя на войне, когда он уничтожил свой там полк таким приказом, и у него перед нами проходит воспоминание нелинейно, ну и там у него уже понятно, что объективный инфаркт после этой сцены. И вот в этом Манк участвовал за 10 лет до Кейна, возможно, он тогда уже вот эти мысли в голове своей носил, что нелинейность очень плодотворна. Так, что нужно зрителю? Оригинальность идеи, драматургические изыски, катарсис, удовольствие или нечто другое? Ну, в первую очередь, конечно, удовольствие нужно зрителю, но только удовольствие зрители отличают по-разному. Далеко не все зрители гонятся только за визуальным аттракционом. Многие зрители начинают уже думать о том, как на самом деле работает кино, начинают интересоваться авторским кино и начинают смотреть, ну, мягко скажем так, не только трансформеров. Поэтому, давая зрителям какую-то минимальную, ну, или, скажем так, не очень страшную пищу для их ума, я думаю, что вы их продолжаете развлекать, и это то, что надо. Камил, огромное спасибо, я бы получил огромное удовольствие, просто ты прям структурно раскладываешь это все очень круто. Друзья, пишите большую благодарность, спасибо Камилу. Мы сделаем, добавим все ссылки в описании на все соцсети, запрещенные, разрешенные. Ты мне можешь потом кинуть или презентацию, или последнюю страницу, где все контакты? Конечно. Да, и я потом в описании видео добавлю, чтобы народ подключался. Все, друзья мои, пишем Камилу и пока-пока. Пока, счастливо, мини-привет. Да.